Ну это понятно, отдел. Даже говорить не буду. Но тоже нужно. И я сейчас куплю кое-что. Показывать, конечно, я не буду. Какой фирмы я покупаю, потому что меня потом заклюют. Но я как раз в нужном месте, в нужном отделе. Буду сейчас покупать. Я люблю вот такое кофе. Нежная пенка, якобься. Можно взять пакетик, а можно взять вот такую вот баночку. Вместо 45. Я не буду на разный пакет. По кулакопу я куплю. Тележка моя противно катится. Проходим не на кофе. Я двигаюсь по направлению уже к основным продуктам. Пойдем, наверное, мы туда. Надо мне посмотреть мяско на Новый год. Шампанское. Какие-нибудь сырыки смотрю. Какие зерна. В общем, надо двигаться. Двигаться, двигаться. Где-то я уже мужа потеряла своего. Чай, наверное, упаковываю. Ну, все, идем. Народу очень мало. Все засыпают. Все уходят домой. Горячий шоколад есть. Может, взять. Сейчас покажу. Горячий шоколад. Это я не хочу, это я не хочу. Ладно, идем дальше. Вышла я Сашана. Ее дождик моросит. Хочу сказать. Ничего особенного не купили. Две 700 я оставила. В принципе, ничего особенного я не купила. Какие-то вот такие красивые... Смотрите. Степенции светятся. Их так очень много. Ну что? Надо идти искать... Искать свою машину. Где мы ее оставили. Сейчас мы пойдем. Значит так. Я хочу сейчас отчитаться перед вами. Моя цель была поехать в Ашан. Вот мы с мужем поехали в Ашан. Первое, что я хотела себе... Я очень хочу себе купить ролики. Я вчера ездила... Вернее, мы вчера ездили. Ездили в Спортмастер. Думали, ну уж там точно есть ролики. Мы хотим с мужем купить себе ролики. Но роликов нету. Говорят, не сезон. Их надо заказывать. Там со склада привезут. Или по интернету их там привезут. Ну не знаю, короче. Мы вчера ролики не купили. Поехали. Приехали в Ашане. Роликов тоже нет. Походила, походили. В общем, мы походили, посмотрели. Ничего особенного в Ашане, я хочу сказать. А, почему мы поехали в Ашан вечером? Поехали в Ашан вечером. Уже в 8 часов. В начале 9. С целью что-нибудь прикупить к Новому году. И думаем, что там народу будет мало. И машин будет мало. И в магазине будет как-то посвободнее. Но действительно, когда мы приехали в Ашан, Ну, народ был. Ну, довольно-таки много. Но не так, как не битком. Но, что меня поразило, я ничего особенного там не нашла, не увидела в Ашане. Я хотела купить шампанское. Советское шампанское. А Санкт-Петербург полусладкое. Я его не нашла. Я хотела купить хорошее мясо. Посмотри, там обычно бывает. Мяса тоже нет. Ну, в общем, фрукты, мандарины по сто с лишним рублей. Я даже брать не стала. Я куплю у себя дома. И мясо, и шампанское выберу. Там, какое мне надо. И мандарины там есть. Недорогие по восемьдесят пять рублей. А тут вообще сто с лишним рублей. В общем, я хочу сказать. Я купила всякой дряни на две семьсот. Ну, взяла, потому что вот приехали вот сюда. Есть еще здесь магазин. Декатлон называется. Спортивный. Там тоже, скорее всего, есть ролики. Но я уже не пойду. Потому что уже поздно. Идет дождь. Я уже не хочу. Я уже устала. Я сегодня была целый день на работе. С работы приехали. Немножечко я дома побыла. И рванули вот метэтошан. Ничего предновогоднего к столу я не купила. Потому что ничего такого я не нашла. Ничего нет. В общем, я решила. Буду все делать экспромтом. Тридцать первого декабря я работаю. Целый день. Вечером приеду. И начну украшить. Украшать там. Ну, в общем, не знаю. Я уже думала, что мне из горячего приготовить. Курицу я не хочу. Надоела она мне. И на работе ем каждый раз. Ни куриц, ни котлет. Там ничего не хочу. Я сделаю манты. Сделаю манты на горячее. Я так думала, что мне еще сделать. Не знаю. Наверное, сделаю, конечно, традиционно. Это будет селедка под шубой. Оливье. Это из таких салатов. Куплю много зелени. Возьму рукола, помидор, огурцов. Я сделаю салат «Цезарь». Много салата сделаю. Я буду есть больше зелени. Ну, и манты, конечно, поеду. Сейчас с вами разговариваю. Смотрю на улицу из машины. Идет дождь. По-моему, даже с мелким таким снежком. Не знаю. Ну, в общем, вот так вот. Последние денечки уходящего года. Уходит год. Немножко грустный такой, знаете. Обычно мы начинаем грустить, да. Вспоминаем, что-то было у нас хорошее. Что-то было у нас не очень хорошее. У кого-то было очень плохо. В общем, белые, черные полоски. Но мы живем в этой жизни. Мы переходим с одной полосы на другую. И с черной на белую, и с белой на черную. Лично для меня год тяжелый. Лично для меня. Потому что в этом году, в январе месяце, в начале января, у меня умер мой единственный брат. Я уже много говорила об этом. Видео у меня было. И вот я сегодня себя поймала на мысли. Вспомнила, что я в прошлом году, вот в это время, 25 декабря, я была в Красноярске. У меня еще брат был живой. Я там пробыла в декабре три недели. В общем, в это время, 25 декабря, у меня еще Сережа был живой. Потом я уехала в Москву. Ну, я уехала по вынужденным обстоятельствам. Он просил, чтобы я не уезжала. И я вот уехала. Ну, так случилось. Так сложилось. И он умер 7 января уже. После Нового года он умер. Мне уже сообщили, что он умер. Конечно, я вот сейчас все это рассказываю, в себе поднимаю вот это все. Может быть, это и не надо. Хочется плакать. Хочется плакать, потому что... Вот я вот еще раз говорю, что вот эти вот дни, которые сейчас проходят уходящего года, меня все равно кидает назад. То, что вот было вот год назад, да? А это было как вчера. И мне вот прямо такой вот комок спазмы. Блин, так хочется вот сесть, нарыдаться, разрыдаться. Вот просто, чтобы никто не мешал. Вот села бы, нарыдалась бы и, не знаю, наверное, успокоилась бы. Сижу вот в машине, жду мужа. Он пошел в магазин. Он пошел в обе. Не знаю, там строительные. Что-то ему надо. Там, может, какие-то гвозди, шурупы купить. Я уже никуда не хочу. Я уже хочу домой. Я уже устала. Надо домой. У меня завтра ответственный день. Я же приняла эстафету. Танцы по понедельникам. Я завтра должна снять видео, станцевать. Уж не знаю, как получится. Ну, как получится, по ржу вместе. Танцевать я не умею, но станцую. Вот. Что вам еще сказать? Неделя у меня напряженная. Прошла. И следующая неделя будет напряженная. Праздники, праздники, праздники. Банкеты, корпоративы там всякие. Ну, это все приятные. Приятные хлопоты. Вот. Ну, а так все хорошо. Так все хорошо. Конечно, немножко грустно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...